В следующем году состоится историческое событие. Организация Объединенных Наций провозгласила 21 июня Международным Днем Йоги. За последние 15 тысяч лет, с тех пор как Адь-Йоги передал миру науку йоги, для ее распространения в мире было сделано немало. Многие короли покровительствовали йоги. Но впервые глава одной из крупнейших стран мира заговорил о йоге на Международном Форуме. И сейчас я приглашаю выступить перед Ассамблеей премьер-министра Индии. Смысл йоги не в физическом упражнении тела, но в том, чтобы достичь единства с самим собой, с природой и со всем миром. Это может стать фундаментом для глобальной популяризации научного подхода к внутреннему благополучию. Что для того, чтобы достичь благополучия, вам не нужна помощь с неба. Вы можете обратиться внутрь себя и достичь его. Вот в чем состоит послание Международного Дня Йоги. Это значит, что постепенно мир начинает принимать тот факт, что благополучие человека не где-то в раю, оно внутри нас. Это огромный шаг для человечества. И впервые в истории резолюцию одобрали сразу 177 стран. Никогда прежде в истории ООН ни одно предложение не было одобрено сразу 177 странами. Я хочу, чтобы вы поняли. Йога продолжает жить вот уже на протяжении 15 тысяч лет, хотя никто никого насильно не заставляет ей заниматься. Йога существует так долго, просто благодаря ее эффективности, потому что она работает. На сегодняшний день почти 2 миллиарда человек на планете практикуют йогу в той или иной форме. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы йогой начали заниматься 7 миллиардов человек, потому что за последние 100 лет мы буквально разнесли планету в пух и прах. Но они приблизились к благополучию ни на шаг. Единственный способ испытать благополучие — это обратиться внутрь себя. Другого способа просто не существует, потому что боль и удовольствие, радость и несчастье, свет и тьма происходят внутри вас. Переживания возникают только внутри нас. Если вы не обратитесь внутрь и при этом будете пытаться достичь благополучия, разоряя планету, вы ничего не добьетесь. Сейчас у нас есть все необходимые ресурсы и технологии для того, чтобы приступить к решению всех проблем, с которыми столкнулось человечество. И это стало возможным только в наши дни. Не хватает лишь человеческого сознания, направленного на принятие. Йога может способствовать его развитию. За пределами религии, вероисповедания, касты, расы, национальности люди способны испытывать глубокое чувство единения внутри себя. И это именно то, что сейчас необходимо миру. Человечество делает грандиозный шаг. Настало время всему миру — обратиться внутрь в поисках благополучия. Ни вверх, ни наружу, внутрь — это единственный выход. Если вы хотите благополучия, это единственный выход. Люди по всему миру берут с собой коврики для йоги и отправляются на занятия, посвященные первому в истории Дню Йоги. Йога-класс в Нью-Дели посетило 35 тысяч человек. Фонд Иша также внес свой вклад в распространение йоги по всему миру. Более 35 600 преподавателей провели занятия упа-йоги в 100 тысячах точках земного шара, чтобы в этот день донести истинную ценность йоги до людей по всему миру. Более двух миллионов человек посвятили свое время тому, чтобы стать частью Международного Дня Йоги. Сегодня выступал садгуру. Это был очень ценный опыт. Представители разных культур, национальности и религий начали движение, охватившее весь земной шар. Я только что посетила одно из занятий по йоге. Мне очень понравилось. Видео было простым и понятным. Хорошо, когда хотя бы раз в году у людей есть напоминание о том, что в жизни есть нечто большее. Международный День Йоги, 21 июня, стал памятным событием. Нам очень понравилось. Я здесь в первый раз. Определенно очень хорошие практики. Большое спасибо. Вчера я научился этим практикам, и они мне очень помогают. Занятия йогой проходили даже на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря. Это был очень долгий перелет. Йога, который за время полета на нас обучили волонтеры фонда Иша, действительно работает. С помощью интернета нам удалось познакомить с йогой еще более широкую аудиторию. Более 7,5 миллионов человек попробовали специальные 5-минутные практики, которым можно обучиться через интернет или мобильное приложение. Источник вдохновения за всем этим – Садгуру. Современный йогин и мистик. При поддержке СМИ мудрость Садгуру затронула многих. Садгуру является основателем фонда Иша, международного фонда йоги. Его йогопрограммы прошли уже более 30 миллионов человек. Инструменты для самопреобразования должны быть доступны каждому человеку на планете. День йоги несет в себе историческое послание. Оно наделяет человечество силой. Я надеюсь, что каждый из нас поддержит это событие и выполнит почетный долг, возложенный на нас. Получить возможность развивать осознанность в людях и изменить мир к лучшему – это великая честь. Большое вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok